В период межсезонья особенно актуальна тема профилактики инсультов. Известно 5 рисков предрасположенности к тяжелым коронарным и шимическим гемеррагическим заболеваниям головного мозга. Это артериальная гипертония. Здесь необходимо принимать препараты сразу же, если давление выше 140-150. Если у вас будет разница в давлении в 20-30-40 мм, то уже риск очень большой, до 50%, что будут тяжелые коронарные или ишемические, или гемеррагические заболевания головы. И важно не то, что кризы идут, а важно то, что идет быстрый набор давления и быстрое снижение его. Это самое плохое и самое тяжелое, что может возникнуть. Потому что у нас идет воздействие на эндотелий сосудов, которые расширяются, потом под воздействием таблетки сужаются. Потом через какое-то время человек все равно не принимает препараты. Там идут уже хронические изменения. И когда в конце концов сосуд на очередном пике повышения давления начинает в связи с хроническими процессами не выдерживать, может лопнуть или закупориться, мы уже ни врачи, ни сам пациент не в силах уже ничего изменить. Второй фактор риска – холестерин. Следующий – курение. Все знают, что это вредно, но продолжают злоупотреблять никотином. При отсутствии этого фактора риск инсульта может быть ниже на 20-30%. Четвертый фактор – ожирение. Когда начинаешь обсуждать рацион больного, опишите, что вы едите, начиная с завтрака до ужина, то есть они считают, что едят правильно, что хлеб, булочки, чай с сахаром, колбаса, сыр. Они считают это полноценным питанием. А когда начинаешь смотреть анализы, у кого-то понижен гемоглобин, не хватает белка в крови, у кого-то не хватает полиненасыщенных жирных кислот в крови. И думаешь, сбалансированности с питанием абсолютно нет. То есть люди, получается, они думают так, если мы едим много, то значит это хорошо. И тем самым сразу ухудшается обмен веществ, ухудшается само самочувствие больного. У некоторых, у кого повышенный вес, если воздействовать на фактор риска ожирения, у них пропадает гипертоническая болезнь. Они сразу лучше себя чувствуют. В первую очередь необходимо нормализировать обмен веществ в рацион питания, куда стоит включить больше фруктов, овощей, натуральное постное мясо. Также необходима легкая дозированная нагрузка. Если вы устали, посидите или вернитесь обратно. Бассейн, без экстремального ныряния и без экстремального плавания. И просто для себя сходите с друзьями куда-нибудь общим, чтобы было у вас общее позитивное настроение. На концерт, что вам нравится, какое хобби вас больше интересует. Пообщайтесь с родными, с близкими. Даже вот этот позитивный настрой тоже влияет на общее самочувствие. И тем самым тоже уменьшает факторы риска. Потому что в один из факторов риска тоже входит депрессивное состояние, стрессы, которое немало в нашей жизни. Вот. И не болейте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова